всем привет эфир по уходовой линейке на той неделе было очень много вопросов куда чего как мазать сколько держать вот это больше касается анти-эйдж линейки это касается пилингов парафина и перчаток и носков так ну что мы сделаем с вами обзор обзор все уходовой линейки эми я в целом расскажу как желательно использовать как продавать как делать так что вы не просто продаете продукцию уходовую клиентам и используете ее своей работе а как вы формируете и как сказать транслируете культуру ухода с собой или возможно даже если в глубину посмотреть культуру правильного отношения женщины к самой себе вот как вы думаете важно ли пользоваться косметикой девочки ну или женщина как часто это нужно делать и допустим я раньше не была к этому приучена а у кати это мне кажется вшито спинной мозг по умолчанию при рождении да и есть такие клиенты которым знаете объяснять ничего не надо она только увидела баночку и она уже бежит ее покупает и искупает большое количество этих баночек и прям вот любит ухаживать за собой а есть клиенты такие как я которым надо прививать эту культуру которым нужно объяснять которых к этому нужно приучать и учить и гру говоря находить в этом большой ресурс для себя и мастера они должны вот как бы вести вот эту пропаганду пропаганду ухода за собой пропаганду любви к себе и говорит клиентам что для девочки это важно это нужно и ну блин это прикольно это прикольно этого только внутренний ресурс он наращивается так ну что начнем я моделься катя у нас еще если что будет моделью все ваши вопросы вы можете писать по уходовой линейке самый главный лично вопрос будет где белая косметика почему ее до сих пор не перевыпустили что с ней случилось почему она в дефиците это знаете пандемия внесла свои коррективы и в том числе вот в нашу белую линейку мы не можем ее поставлять от текущего поставщика который у нас был ввиду перестройки бизнеса этого поставщика то есть они уже не работают вообще принципе в этом направлении вот поэтому сейчас просто подбираются не менее крутые аналогичные варианты ну и хочется чтобы качество было такое же достойное чтобы были такие же прикольные составы и просто идет процесс по утверждению этих составов вот мы сейчас будем говорить о том что есть наличие что уже сейчас продается и начнем мы с наших парфюмированных кремов это лосьоны для рук в мини формате это крема тридцатки и пятерочки десяточки здесь у нас пятерочки десяточки десяточки да да давай нам принеси мне пару десяточек вот смотрите понятно что это мы используем у себя на рабочем месте у нас стоят такие лосьончики они могут разных ароматов быть и для девочек почему мы сделали их именно в парфюмированные потому что ну парфюм как женщина пахнет какой аромат она себе выбирает это тоже часть самовыражения ее часть транслирования себя в мир да и классно если у девочки есть духи классные если это не одни духи такие ароматы даже ароматик такой стоит у меня раньше кстати духов даже не было и только в недавнем времени у меня там не просто там какие-то одни духи а у меня даже там пять видов вот то же самое и с кремами для рук а когда мы их решали какие делать катя нюхает когда мы решали какие делать мы конечно же хотели сделать именно парфюмированные то есть если это ежедневный такой уход поддерживающий то это конечно же ароматы духов и клиент выбирает то что ему больше откликается и здесь есть более спокойный аромат допустим голубой мы его называем аромат свободы на для свободы любых девочек таких сильно которым нужен какой-то более нейтральный такой аромат есть сладкий аромат это фиолетовый он так называется sweet passion он подходит для может быть более взрослых клиентов или кто любит сладкие ароматы есть ароматы такие вкусненькие это оранжевый розовый зеленый зеленый желтый да самые продаваемые я сразу скажу какие самые продаваемые самые продаваемые это daily casual и first lady это оранжевые и зеленые вы сами увидите что они будут у вас хитами выбора и я мастерам рекомендую иметь все пять вот этих лосьонов у себя на столе на рабочем месте все пять и мы клиенту даем возможность выбирать то есть мы когда клиенту делаем маникюр мы всегда его делаем с массажем это не обсуждается уже мне кажется нет таких салонов или мастеров которые за массаж берут отдельные деньги или за крем берут отдельные деньги я считаю что это неправильно все-таки нужно чтобы маникюр был под ключ если мы ухаживаем за кутикулой за ногтями мы ухаживаем и за кожей рук и мы говорим о том что за кожей нужен уход кожа у нас стареет на руках намного быстрее чем на лице за лицом при этом мы почему-то чаще указываем чем за руками на руки у нас воздействует огромное количество негативных факторов это и частый контакт с водой это и там ветер мороз может быть а там сухость сухость и почему мы на лицо крем наносим каждый день а на руки допустим там два раза в день утром и вечером а на руки мы вообще крем можем не наносить мы клиентам объясняем что каждый контакт с водой должен сопровождаться последующим нанесением крема на руки и именно поэтому сейчас там дорогих отелях на дорогих ресторанах в туалетной комнате вы уже увидите не только мыло для рук но и обязательно лосьон для кожи потому что если мы моем руки мы должны обязательно нанести лосьон когда у нас идет контакт с водой вода испаряется с поверхности кожи это сушит и кожу и ногти если мы наносим тут же на влажную кожу именно на влажную кожу крем то крем он как бы сохраняет больше влаги в коже и не всей воде испариться и не дает чувство сухости стянутости мы не наносим крем на сухие руки это тоже клиента не все знают мы наносим именно на влажные то есть после душа после принятия ванны после мытья рук я допустим себе в кухне поставила рядом с моющим средством вот такой лосьон и у меня этим пользуются меня не у меня приучаются к этому дети даже то есть они помыли посуду они нанесли крем на руки у меня такие крема стоят во всех туалетных комнатах точно также у нас стоит в туалетной комнате в салоне красоты то есть если мы моем руки мы тут же наносим крем если у нас клиент в путешествие едет неудобные большие форматы такие форматы мы клиентам рекомендуем покупать домой и ставить везде где есть кран везде где мы моем руки или имеем контакт с водой если клиент едет в путешествие то рекомендуется брать такие форматы дорожные дорожные форматы есть по 30 миллилитров есть по 10 миллилитров по 10 миллилитров мы рекомендуем всегда вкладывать в сумочку иметь в машине там где коробка передач там где бардачок потому что в машине тоже очень часто такое бывает печка обогреватель все это сушит сушит в том числе и руки и вот представьте да вот если мы возьмемся с моего мужа до максима я вот что заметила у него в мужской машине всегда есть крем я говорю почему-то крем ну я задаю вопрос а гриппчат крем возишь в машине в этом я очень сильно сохнут руки и я прям вот ненавижу вот это вот ощущение сухости и я наношу крем да вот даже мужчины пользуются кремом почему бы девочки тоже допустим не раз не раскладывать вот такие мини мини форматы у меня такой мини формат есть в спортивном рюкзаке в спортклубе там где я тренируюсь у меня там в кармашке у меня такие кремушки разложены по всем моим сумочкам чтобы не перекладывать каждый раз не смотреть есть там крем или нет и такие же маленькие крема можно оставлять в машине понятно ли с этим и эти маленькие форматы очень удобны для комплиментов да почему вот мы не остановились на 30 миллилитровых кремах потому что иногда хочется сделать клиенту комплимент например поздравить его с днем рождения или там поздравить с 8 марта или поздравить с новым годом например у нас в салонах эми маникюр мы сейчас решили что под новый год мы всем гостям будем дарить такой крем просто как комплимент от салона ну это может быть дороговато все таки дарить каждый раз после процедуры но вот к празднику почему нет это очень удобно вы от нас сейчас спросите там допустим тот же холодный парафин сделать таких маленьких тоже баночках там по 2 грамма по 5 грамм и мы сейчас тоже прорабатываем этот вопрос потому что они только эти парфюмированные крема хочется иметь малышах в маленьких объемах для комплиментов либо для продаж ну вот в сумочке там в машины и так далее но и допустим тот же холодный парафин я эту заявку от вас приняла в работу мы ее пустили понятно ли по вот этим малышам и по лосьонам вот когда вы имеете все эти три 5 лосьонов у себя на рабочем столе а вы клиенту обязательно даете выбирать вы говорите выбери тот аромат который тебе больше нравится и она выбирает аромат вы можете запомнить что клиент любит именно этот аромат и только этим ароматом ей делать массаж на финальном этапе маникюра и конечно же вы проговариваете что можно эти же лосьоны домой себе брать это очень хорошо и детей к этому приучать очень хорошо там сумочки ну это вот все ей рассказываете что это классно это хорошо у нас нет культуры ухода за собой ну вот как бы она не такая может быть как вот в других там странах мы только к этому идем хотя женщина у нас очень любят там допустим да там есть даже шутка что в магазин за хлебом с макияжем да без макияжа на женщина не выйдет но не за всем телом нас девочка так ухаживает то есть лицу мы большое внимание уделяем а рукам ногам мы можем такое внимание не уделять еще есть как бы группы клиентов которые делают педикюр только к сезону они круглогодично еще есть клиенты которые там не наносят крема сразу после контакта с водой и к этому тоже нужно приучать еще есть клиенты которые даже крем на лицо не каждый день наносят и к этому тоже нужно приучать или есть клиенты которые помыв голову шампунем они наносят бальзам или маску на кончике а это важно делать потому что если кончики будут сухие они будут ломкие волос будет обламываться и очень тяжело например вырастить длину а если не ухаживать за кончиками волос то же самое с ногтями то есть мы не используем уходовые какие-то препараты для ногтей а носим их голыми то у нас ногти сохнут ломаются и мы не можем вырастить длину то есть за кожей нужен уход за ногтями нужен уход за кожей всего тела нужен уход на кожи лица но это как бы само собой разумеюще и то даже к этому стоит клиентов приучать что не нужно там с чистой кожи лица ложиться на ночь от этого мылась и пошла спать нет нельзя нанести питательный крем потому что ночью этот крем будет работать на тебя там после мытья рук и вы как знаете как вода камень точит то есть вы каждый раз по чуть-чуть клиенту это говорите каждый раз как 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 и вот и вы рано или полно вы докапаете ее и она потом вам будет благодарна благодарна за то что вы ее приучили любить себя в первую очередь любить себя и бережно с заботой к себе относиться и это в мелочах это с мелочей начинается с маслица на кутикулу и массажик по кутикуле маслицев нет под рукой да там с карандашка по уходу за кутикулой с кремушков в сумочках кто-то пишет выпустите духи я так думаю что катей до духовно берется она большой фарап фанат вообще парфюмерии и уходы за собой вот если клиент к этому приучены сам у вас скупает давайте возможность это приобретать мы продаем это на кассе мы продаем это после процедур во время процедур если у нас нет товарозапаса мы можем клиентам это приобретать под заказ мы можем клиентам клиентов направлять на сайт и они там покупают по вашему промокоду например так тоже можно делать и вы с этого будете иметь комиссию то есть не у себя там медь косметику на складе торгуете ею а торгуете со склада компании с сайта компания по своему промокоду клиенты могут это приобретать если вы сами выбираете вот эти форматы но клиентам важно ну чаще чаще важно все-таки приобретать это на месте эти дорога ложка к обеду не все любят интернет-шоппинг кто-то любит это не любит так хорошо в дополнение сейчас все расскажу в дополнение к лосьоном идут крема суфле крема суфле они более плотные они более питательные они хороши для зимнего время времени года у них полностью дублирующие ароматы ведь он такой густой густой крем-суфле он ложится очень плотно хорошо зимой хорошо на сухую кожу на гиперкирадоз хорошо на ножке если есть и обязательно увлажненнаем ну после воды надо и и обязательно то же самое это проговаривает обязательно на увлажненную кожу обязательно увлажненная коже если есть вопросы по этой парфюмированной линейки пиши тем будем ли мы выпускать еще дополнительные ароматы да будем будем расширять линейку парфюмированных лосьонов и крема в суфле. И к большим баночкам. Большие баночки мы используем в салоне. Либо продаем клиенту, если клиенту прям очень сильно нравится текстура и аромат, и она хочет себе, я не знаю, в баню это приобрести. После бани классно ими пользоваться. Она хочет себе в душе это поставить, в ванной комнате. Ну и есть, конечно же, дорожные форматики для сумочек, для чемоданчиков, для тех же спортивных сумочек, если девочка ходит в спортзал и там посещает сауну, хамам. Теперь переходим к отшелушивающим препаратам. Отшелушивающих препаратов у нас было раньше два, но сейчас временно один, потому что у нас пилинг ксфолиант, его сейчас временно нет в продаже. Мы ищем замену. У нас был нежный пилинг ксфолиант в тубе. И был солевой пилинг, сейчас это называется, как паста с морской солью. Этот более такой вот, более скрабирующий, тот более нежный. На нежную кожу, на чувствительную кожу, которая склонна к аллергии, не сильно там загрубевшую или требующую там этого скрабирования, отшелушивания. Но я люблю больше этот. И я даже и на руки, и на ноги. На ноги так это вообще огонь. Но я даже и на руки прошу использовать мне, допустим, при маникюре, при педикюре, именно эту пасту, эту солевую пасту. Солевая паста, она пенящаяся. Если вы начинаете ее втирать в кожу с небольшим количеством воды, она вспенивается в пену. У нее тоже парфюмированный аромат популярных духов Дикин Вай. Возможно, кто-то ими пользовался. Но он очень узнаваемый, этот аромат. Невероятно классный. Камеру, баночку. Я, наверное, сейчас переверну камеру и прямо на Кате покажу. У нас этот скраб входит во все процедуры маникюра и педикюра. То есть это по умолчанию включено в процедуру. И клиентам это, конечно, очень нравится. Такая, знаете, финальная вишенка на тортике нашей услуги по маникюру и по педикюру. И для рук и для ног это крутой массаж. И не бойтесь это все массажировать. Мы обязательно используем шпатель. Мы ни в коем случае руками не лезем в банку никогда, ни в суфле, ни в пилинг. мы набираем только шпателем. Берем небольшое количество. Кожа рук у нас должна быть предварительно увлажнена. Слегка. и вот такими движениями мы начинаем все это дело наносить. и многие мастера боятся допустим интенсивные движения делать. Здесь не нужно бояться, можно очень хорошо все это механически очистить. На ногах рекомендуется с захватом голени, до середины голени доходить. хорошо проходить по костяшкам по суставам пальчиков. Можно кутикулу так дополнительно помассировать. ну и по всем массажным движениям пройтись. То есть сделать массаж по этому пилингу. Ой, как прикольно. Катя уже оргазмирует у нас. Ну и так клиенты конечно же ваши. У нас не везде в салонах принято делать скрабы, пилинги на финальных этапах маникюра. И клиенты они очень всегда приятно удивлены. Приятно удивлены, когда мы именно такой процедурой завершаем услугу. Для смывания можно использовать спонжи, можно использовать просто сложенную салфетку одноразовую, потому что спонжи мы же не можем их стерилизовать. Поэтому салфетки в этом плане даже более ну скажем так гигиенично. Все, аккуратно это смываем. видите, он прям в пенку превращается. Вы будете спрашивать сейчас можно ли это делать при классическом моделировании, при гель-лаке. при гель-лаке мы не боимся воды, гель-лак он очень хорошо абсорбирует воду и ногти даже если у нас увлажненные, гель-лаку вода не страшна. Если мы берем классические системы, мы очень часто сильно их не моем в ванночки в ванночках используем просто влажные салфетки для снятия пилинга. Если у клиента очень хорошо держится материал, мы можем на это внимание не обращать. Если у клиента капризные ноготочки и могут отслойки давать, то, конечно же, можно исключать именно мытье, а использовать только влажные салфетки для снятия остатков пилинга. Вот таким образом мы делаем и на руках, и на ногах. Все убираем. Теперь я расскажу про еще один пилинг, который у нас есть в ассортименте. Это химический гликолевый пилинг из омолаживающей линейки. Вообще, как пришла идея выпуска этой омолаживающей линейки, потому что очень сильно хотелось химический пилинг для тела выпустить. Мы этими препаратами пользовались в косметологии и продавали их в косметологии, а для рук ничего похожего не было и мы не встречали. И я знаю, что когда косметологи делают химические пилинги на лицо, они очень часто клиенту остатки наносят на тыльную кожу рук. Допустим, вы приходите к косметологу, вам делают какой-то поверхностный химический пилинг, и этот же пилинг косметолог, те, которые любят делать комплименты клиентам, они берут и прямо во время процедуры лица остатки наносят на тыльную часть руки. Ты объясни только, что это не тот химический пилинг, который сильный. Есть химические пилинги разные, есть поверхностные, есть срединные, есть глубинные. Поверхностные пилинги, их можно использовать в домашних условиях, то есть, если там разрешенный состав для домашнего использования, не требующий нейтрализатора, то такие пилинги могут использоваться как в процедурах, так и продаваться клиентам в домашнее пользование. Они очень хорошо и рекомендуется их использовать приблизительно один раз в неделю. В процедурах мы используем это раз в месяц, но раз в месяц этого может быть недостаточно. Поэтому, если мы клиенту наносим этот пилинг, наносим мы его всегда в начале процедуры коррекции или в начале процедуры маникюра. Мы берем перчатку, вот мы нанесли пилинг, мы берем перчатку, отрезаем кончики пальцев. Катя, вот смотрите, какая помощница, прям помогает. А я знаю, тебе что-то бесит. Ну, конечно. Какого раздражают клиенты, которые вот прям лезут со своей помощи. Проплюсуйте. Ну, мы, как говорится, спасибо, что ты так помогаешь мне, но я справлюсь сама. Или ты во мне сомневаешься? Видишь, мне тут должно быть все очень красиво. Хорошо, хорошо. Это блюститель эстетики. Давай. Одеваем перчаточку клиенту. И у нас клиент сидит с пилингом всю процедуру. и мы вот здесь можем делать маникюр, мы можем делать коррекцию. Мы можем делать коррекцию в течение полутора часов. И этот пилинг, он будет работать. А можно ли его использовать на лицо? Ну, я сразу признаюсь честно, смотрите, такие препараты для рук не выпускаются. такие препараты выпускаются только для лица. И когда мы их искали у поставщиков, нам все крутили пальцем у виска и говорили родные девоньки, вы что, с лунной упали? Такое никто для рук типа специально не покупает. Это очень дорого для рук. Таким пользуются только для лица. Это идет в косметологические линейки для косметологов. И мы такие подумали, ну, это же просто ограничивающие убеждения. Ну, если это используют на лицо, почему мы не можем это использовать на руки? Тем более косметологи все это наносят и на лицо, и на руки. И на зону декольте. Ну, конечно, зону декольте это святое. Поэтому мы выбрали из лицевых линейок линейку для рук и просто выпустили ее для рук. Я думаю, если бы мы лицом занимались, мы бы для лица конечно же ее выпустили. И здесь если клиенты спрашивают, а можно на лицо? Конечно можно. Конечно можно, потому что это во-первых, французский концерн, очень хороший, крупный в Европе. И состав вот особенно серума, он ничем не уступает составу вот хорошим серумом антиэйдж, там куплено где-нибудь в золотом яблоке или в профессиональном магазине, где продают косметологию. Состав мы выбирали с нашим главным врачом, который у нас работает в бюти-комплексе. И очень важно было, что этот состав был разрешен для домашнего использования и для лиц, не имеющих медицинского образования, для тех же мастеров маникюра. Здесь процент гликолевой кислоты 20%, помимо гликолевой кислоты здесь есть и облаточная кислота, здесь есть лимонная кислота, есть винная кислота, молочная кислота. Этот комплекс кислот, он дает очень хорошее увлажнение кожи и легкое обновление, то есть это не глубинный какой-то или серединный пилинг, это именно поверхностный пилинг. Если использовать его регулярно, то цвет кожи выравнивается, обновляется, очень хорошо увлажняется. Катюшенька мне помогает, я чуть-чуть добиваюсь. По протоколу в инструкции написано, держать где-то 5-10 минут. 5-10 минут это для лица, то есть если я наношу это на лицо, смотрите, если я наношу пилинг на лицо, то классическая инструкция, протокол использования это 5-10 минут. И на лице, как правило, через 5-10 минут появляется легкая гиперемия, легкое покраснение. Это хорошо, это приток крови к эпидермису, это тоже питание изнутри, как сверху, так и изнутри за счет притока крови. Но на руки можно спокойно наносить на более длительное время. То есть это может быть и час, это может быть и 2 часа спокойно, это не будет вызывать сильного покраснения или какого-то раздражения. Это очень редко встречается. Мы просто клиенту говорим, что если будут какие-то неприятные ощущения под перчаточкой, ты мне скажи, пожалуйста, мы снимем аппликацию раньше. Но клиенты, если покупают это домой, когда они видят через полтора часа свою кожу и чувствуют вот эту очень сильно смягченную текстуру кожи и обновленную, и она как будто напитанная, увлажненная, они, конечно же, с радостью покупают это домой, используют отсюда до сюда, включая грудь. Потому что у нас часто на груди могут быть растяжки, у нас могут быть какие-то легкие неровности, это все выравнивается. И мы говорим, что на лицо зону декольте пожалуйста, там не больше 10 минут, очень аккуратно. Если это тело, на тело можно не только на грудь, но и на бедра, на живот, если есть там какие-то шероховатости, неровности, и хочется с этой зоной поработать. Когда я ходила к массажисту, к нашему косметологу по телу, я очень часто просила процедуру с химическим пилингом по телу, и мне наносили этот пилинг под полиэтилен как обертывание на бедра, на попу, на живот, на грудь, и потом после этого делали массаж. И тогда еще мы задумали, что блин, как круто, да, вот для тела есть химические пилинги, а почему-то для рук нету. Ну вот мы и выпустили. Да, можно, конечно же, на все тело его использовать, я его использую дома для всего тела, и клиенты на ручки могут даже на ночь наносить, то есть у меня многие клиенты спрашивают, а если я на ночь вот так вот нанесу и прям вот посплю с этим химическим пилингом? Можно, можно наносить на ночь даже, вот, представьте, на сколько это там, на 6 часов, на 8 часов. Теперь, что касается вторых двух препаратов, которые у нас идут как завершающие в этой процедуре, и крем. Сыворотка, как Катя сказала, она идет на основе гиалуроновой кислоты и цинтеллы азиатской. Эти препараты очень часто используются в косметологии. Это тоже увлажнение, это обновление, это регенерация. Я отдельно скажу про цинтеллу азиатскую. Это экстракт болотной травы, которая произрастает в Азии, и ее еще называют тигровая трава. И крем, и сыворотка на основе цинтеллы азиатской и гиалуроновой кислоты. И тигры, когда ранили друг друга в боях, они потом спинами терлись об эту траву, и благодаря этому их раны очень быстро заживали, запускался процесс регенерации, то есть она была лечебно восстанавливающая, регенерирующая трава. И в фармацевтике, в косметологии начали использовать экстракт этой травы для того, чтобы запускать процессы регенерации, ранозаживления, обновления для кожи, лица и тела. Вот, поэтому в основе вот эта тигринная трава, об этом тоже можно рассказывать клиентам, что когда вы клиентам описываете, не только как работает крем, но за счет чего он работает, за счет каких активных ингредиентов, это намного мощнее работает, ну просто потому, что мы начинаем об этом думать. Сыворотка, у нее размер молекул всегда намного меньше, она проникает в более глубокие слои кожи, но ее недостаточно для того, чтобы кожа была напитанная, и поэтому сыворотка, она всегда сопровождается кремом, а крем всегда должен сопровождаться сывороткой для более глубокого питания. И на лицо нам рекомендуется крема использовать сыворотками, и это ежедневный уход. Если это мы используем допустим раз в неделю, ну можно два раза в неделю для большей интенсивности, но не чаще. Раз в месяц в салоне этого недостаточно. Понимаете, это может быть как профилактика, но если я хочу поработать с кожей, то конечно же лучше это брать домой и дома, я же не могу к косметологу каждую неделю ходить, хотя можно было бы, или к мастеру маникюра на эту услугу каждую неделю, ну это неудобно. Я могу это сделать раз в месяц при процедуре, но намного круче это работает, если клиент делает это дома. Сыворотка и крем это ежедневный уход. Мы наносим на очищенную кожу после отшелушивания или после пилинга химического. Химический пилинг разрыхляет эпидермис, способствует обновлению клеток, то есть мы часть мертвого эпидермиса снимаем после химического пилинга, когда смываем остатки пилинга, и на эту подготовленную кожу, очищенную, наносится сыворотка и крем, и сыворотка благодаря этому проникает в более глубокие слои кожи. Я сейчас Катю стукну вот этим флаконом, потому что она меня торопит. Я не могу так торопиться, дай мне сказать. Потому что люди не смотрят эфиры долго. Ну ладно, хорошо. Давай смывать и говорить. Побыстрее, да, надо? Побыстрее. Ладно. Потому что я еще хотела перчаточки показать. Эфир, конечно же, сохраним. Конечно, сохраним. Так вот, на очищенную кожу мы наносим сначала сыворотку, она впитывается у нас, мы ее наносим массажными движениями, затем наносим крем. И делать это желательно и утром, и вечером. на лицо дорого. А, на лицо и утром, и вечером. А на ручке можно на ночь, очень круто делать на ночь. Утречком тоже можно, на лицо наносим, тут же на ручки нанесли. На лицо на декольте тут же на ручки нанесли. Они тебе пишут, Катя, не торопи. Так, давайте перевернем и Кате завершим процеду. Я просто очень люблю эту косметику антиэйджи. Сейчас как раз самое время ее покупать и пользоваться, потому что сейчас нет активных солнечных лучей. Момент, момент, момент. Смотрите, химический пилинг нельзя использовать, когда активная инсуляция. Нельзя, когда активные солнечные лучи. Это лето, либо весна с ярким солнцем. То есть, очень хорошо пилинг использовать осенью, зимой, прям вообще огонь. эти препараты, конечно же, мы можем круглогодично их использовать, то есть, это просто ежедневный уход. Вот мы закончили процедуру коррекции или маникюра, то есть, мы все выполнили с ногтями, поработали здесь, у Кати готовые ногти уже. Мы снимаем перчаточку, снимаем перчаточку. Клиент в восторге смотрит на свою ручку. Ой, какой клиент активный, руку сам в ванночку сует. Да какая же Катюша у нас активная. Что вам хочется сделать с такими клиентами? Поделитесь. Так, хорошо. Хорошо. Смыли пилинг сухой салфеткой мы... кстати, смотри, как. Да, вот клиент он сразу чувствует эффект от этой процедуры. Клиенту, кстати, можно прям порекомендовать купить перчатки вот такие домой. И все-таки когда ты просто наносишь, я вот заметила гликолевый пилинг и просто подержала полчаса, это одно. А если ты нанесла и так в перчатки резиновые походила, это вообще просто. Да, да, все верно. Под перчаткой намного круче работает пилинг и можно перчаточки и на ночь наносить клиенту, прям вы можете об этом проговаривать. Все, на очищенную кожу мы наносим сыворотку, буквально два нажатия и тонким слоем, массажными движениями мы разносим до полного впитывания. Тут же мы делаем массажик. Почему я рекомендую делать, Вера, это на ночь? Потому что утром они израсходовали этот серум, а серум все-таки это, ну, его, если на руки наносить, и утром, и вечером, они его быстро израсходуют. Но она тут же через полчаса помоет руки. Мы-то лицо не моем каждые полчаса, а руки мы моем в течение дня. И смысл в серуме с утра нету, понимаешь? Поэтому на ночь нужно серум и крем. А в течение дня можно ароматизированный любой другой крем наносить. То есть вы в воде не водитесь очень много, конечно, вы можете и с утра, и вечером. То есть здесь клиент уже сам смотрит. Вот мы нанесли сыворотку, она нас впиталась, и мы А знаете, как еще крем называют косметологи? Вот серум в сыворотка проникает глубоко, а крем это как финиш. Он финалит и капсулирует. Слушайте, вам не кажется, что вот здесь какая-то прям как полоса? Два светлеестая. Да было прям блин, надо это Два Кожа, конечно же, она светлеет. Если использовать это раз в неделю, то можно очень хорошо выровнять цвет кожи рук. Слушай, все равно да, разница есть. Максимальное время выдержки пилинга на руках до 8 часов, ну, то есть на ночь можно, на лице до 10 минут, на лице до 10 минут. А сыворотка густоватая? Нет, она довольно-таки очень жидкая. Вы что, тут жиже некуда, вы смотрите, она как водичка, она вообще не густая, она очень жидкая. На лице вы прям можете это увидеть, что она, ну, она очень жидкая. Это у меня дома вагон сывороток. По поводу, по поводу крема пару слов. Смотрите, крем, он идет без отдушки. Почему мы сделали его без отдушки? Для того, чтобы исключить полностью, там, я не знаю, вероятность аллергических реакций, чтобы она была минимальная. Понятно, что любой там крем, химический состав может вызвать аллергическую реакцию, там, или любой фрукт, или может быть аллергия даже, там, я не знаю, на собаку, кошку, или там, например, на маму. Девочка ко мне пришла, у нее была аллергия на маму. Причем в очень жесткой форме, кстати. Но бедному дитю было 16 лет, ей некуда было пока деваться, и, конечно, я порекомендовала к психотерапевту обратиться. Вот. Но в любом случае мы постарались сделать состав этого крема без отдушек, чтобы исключить, ну, то есть минимизировать вероятность аллергических реакций. И для лица очень хорошо, и для ручек очень хорошо. Но сразу предупреди, что это жирненький крем. Жирненький, да. Да, у него есть вот это вот остаточное, потому что рассчитано на глубокое увлажнение, чтобы пленочка оставалась. Вот. Так что я еще хотела сказать по крему. Сейчас вспомню. Вот что-то вылетело даже. Что-то вылетело. Ну, ничего, сейчас если вспомню, я скажу обязательно. Хотелось что-то сказать. Хотелось что-то сказать. Хотелось что-то сказать. Парафин пора показывать. Парафин пора показывать. Если есть вопросы по этой линейке омолаживающей, пишите. Она, кстати, тоже в таких малышах продается. Есть омолаживающая линейка в пробниках. Ну, это не пробники, это мини-формат. И клиенту можно продать три позиции в 10-миллилитровом объеме, чтобы можно было попробовать. И поверьте, 10-ти миллилитров пилинга и сыворотки хватит, мне кажется, даже на месяц использования. Если, допустим, это не пользоваться каждый день, а, например, делать два раза в неделю или раз в неделю. И если ей понравится, она может купить все препараты себе домой и прям интенсивно работать и с лицом, и с декольте, и с ручками, и, возможно, с зоной бедер, попы, груди. Очень хорошо с грудью работать этой косметикой. А по поводу парафина, жидкого, холодного парафина. Холодный парафин, он у нас обновился состав, текстура осталась прежней. Немного другой аромат, немного другой аромат вы очень сильно сейчас просите сделать, вот он, видите прям, дай понюхаю. Вы очень просто сильно просите сейчас сделать это в объеме 2 грамма-5 грамм, в таких маленьких каких-то баночках, да, чтобы можно было тоже либо комплименты, либо в дорожные наборчики. Холодный парафин очень хорошо зимой, а, вспомнила, что хотела сказать. Хорошо. Смотрите, так как здесь ранозаживляющий состав, ранозаживляющий состав, очень хорошо наносить, когда угревая сыпь, какие-то высыпания, какие-то повреждения на коже. Да, вот я, допустим, губы себе колола на прошлой неделе, я вот эти все дни я прям толстеньким кремом себе наносила, толстеньким слоем этот крем наносила на губы прям на ночь. Вот, поэтому очень хорошо зимой, когда руки обветренные и прям в цыпках, в цыпках тоже очень быстро хорошо будет восстанавливать. У кого, кстати, вот на холод? Товарищи, прям блокировать, заблокировать всех. Ну, мужики. Мужики прибежали, пишут про секс. Холодный парафин. Он необходим нам, потому что не всем клиентам разрешен горячий парафин. У горячего парафина есть ряд противопоказаний. Да, мы горячий парафин не можем использовать при сахарном диабете, мы не можем использовать при сосудистых заболеваниях, при там, варикозном расширении вен. И очень хорошая альтернатива горячей процедуре парафина это холодный парафин. У него эффект, результат аналогичный полностью горячему парафину. И его же можно и под горячий парафин, да, вот допустим, вы наносите этот состав, этот препарат, и сверху делаете еще и аппликации горячим парафином. То есть можно сочетать с горячим парафином, можно делать вместо горячего парафина. Сейчас мы нанесем Катю на ручку. По регенерирующей маске сейчас скажу. Конечно, мы ее тоже сейчас ждем. Мы приносим извинения за то, что мы вот чуть-чуть затягиваем, но поверьте, мы делаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее вернуть регенерирующую маску и отшелушивающий пилинг на основе протеинов шелка в ассортимент. А когда мы делаем холодный парафин? Холодный парафин рекомендуется делать под аппликацию, ну, допустим, тоже под те же перчаточки, либо просто одеть полиэтилен, да, и там в рукавичку, можно в терморукавичку. То есть, ну, здесь зависит от формата салона, потому что если это спа-салоны, это может быть вот такие прогревающие процедуры, если это салоны больше экспресс-услуг, то, конечно же, ну, это просто в виде массажа. Мы на финальном этапе маникюра наносим, сделали массаж и отпустили клиента. Смотрите сами, какой формат вам больше подходит. На ноги особенно хорошо, на ножки особенно хорошо, потому что на ногах у нас часто гиперкиртоз, трещины, сухость, и нужен более интенсивный питательный уход, но можно и на руки. Не все клиенты любят такие жирные питательные текстуры, но есть кому они прям жизненно необходимы. Можно просто периодически, у меня вот, у меня же щитовидка, я это раз в неделю просто на все тело наношу, не очень комфортно спать, но у меня очень сильно восстанавливается. Ксюша делает это на все тело, потому что у нее сухость по всему телу. Нужно ли наносить крем такой или такой под холодный парафин? Нет, не нужен крем, не нужен крем. А теперь вопрос по сыворотке. Можно ли сыворотку наносить под холодный парафин? Да, да, сыворотку можно наносить под холодный парафин. Сыворотки, коктейли, там какие-то, ну вот такие питательные, грубо говоря, составы, их можно наносить под холодный парафин. Особенно, если вы делаете это с аппликацией. То есть, как может выглядеть процедура, допустим, такая прям интенсивная, питательная процедура в салоне красоты на руки. То есть, мы сделали пилинг, либо механический, либо химический, либо химический. Затем, мы очистили кожу, нанесли сыворотку, нанесли сыворотку на очищенную кожу. Сыворотка проникла в максимально глубокие слои кожи. Затем, мы нанесли парафин холодный, да, или просто в рукавичку, или нанесли сверху еще и горячую аппликацию, горячего парафина, и тоже посидели в рукавичках там 15-20 минут, сколько есть времени. Будет ли воск для кутикулы? Может быть, будет. Смотрите, все, вот мы косметику все выпускаем под ваши запросы. Если запросы от вас идут, мы всегда это рассматриваем, начинаем думать об этом. и если вот прям воск хочется-хочется, напишите мне об этом в директ, я поставлю как новый проект, начнем подбирать различные варианты. Вот, какие еще у нас уходовые процедуры могут быть, это рукавички коллагеновые, о них очень сильно мечтала Катя, она очень любит эти тканевые маски на лицо, и она говорит, слушай, вот прям мечтаю-мечтаю, коллагеновые перчатки и коллагеновые сапожки, носочки. Мы сделали и носочки, и рукавички, их можно точно так же делать в процедуре во время коррекции, здесь отрывные пальчики, у меня руки жирные, отвергай, Ты можешь наказывать? Сейчас я расскажу, как рассчитать цену услуги. Как рассчитать цену услуги. Сейчас мне Катя откроет рукавички, и сапожки тоже, открой, пожалуйста. Здесь есть отрывные пальчики, это формат именно для салонной работы, то есть когда мы одеваем, мы можем клиенту в это же время делать процедуру маникюра либо коррекции, ну или процедуру педикюра. Вот я одела клиенту перчаточку, здесь есть вот такой клеевой язычок, которым я могу закрепить рукавичку. Все, закрепляем. Покажите, на камеру. Закрепляем. Вот, и мастер отрывает кончики, они здесь с перфорацией идут, и я могу спокойно выполнять процедуру маникюра, коррекции, гель-лак, гель, неважно. И в это время у меня рукавичка работает, рукавичка работает, и мы с кожей работаем. Очень сложно, конечно, из-за того, что себестоимость высокая, такие рукавички делать в виде комплимента, то есть, скорее всего, это идет за дополнительную стоимость. Вот, но многие клиенты любят все эти фишечки дополнительные. Там, пришел на педикюр, там тканевую маску на лицо вы ему предложили дополнительно, или патч под глаза, или рукавички на ножки или на ручки во время педикюра. Я сейчас покажу сапожок. Когда мы одеваем сапожок, особенно это рекомендуется клиентам, у кого проблемная кожа стопы, и вот отрываем носик и спокойно делаем педикюр. Спокойно делаем педикюр. Сухое масло очень надо. Хорошо, запишите, напишите мне об этом и во всем в директ, что я сейчас не успею прочитать все ваши комментарии и запомнить это. Я буду вам очень сильно благодарна за это. И вообще я благодарна вот здесь под комментарий по поводу всего, что вы пишете мне в директ. Я очень люблю общаться в директ, если вы заметили. Так, что касается цены. Смотрите, за крем отдельные деньги мы не берем, это включено у нас в стоимость маникюра, потому что здесь себестоимость 5-10 рублей на процедуру. Если мы берем пилинг, то же самое, здесь себестоимость может быть 10-15 рублей, 20 максимум на процедуру. Да, но есть смысл за это отдельные деньги брать. Мы, допустим, не берем отдельные деньги за процедуру отшелушивания при маникюре и при педикюре. Мы говорим, что у нас маникюр под ключ, у нас такая услуга, когда мы не только вам очищаем кожу вокруг ногтя, делаем маникюр, там обрезаем кутикулу, убираем загрубевшие частички кожи, но мы работаем и с вашей кожей рук, мы не будем вам наносить крем на неочищенную кожу пилингом, мы всегда вам сделаем сначала пилинг, подготовим кожу к нанесению крема и только потом нанесем крем. Мы объясняем, почему так, почему, потому что это намного лучше работать, вы пришли все-таки в салон на профессиональную услугу, но давайте уже ее делать максимально под ключ. Если салон эконом-класса и услуга маникюра очень дешево стоит, то в эконом-классе это дополнительно предлагается, особенно пилинг, крем-то, я надеюсь, включен в процедуру, пилинг может предлагаться дополнительно. Примеры эконом-салонов, это когда вывеска на окне 200 рублей маникюр. Понятно, что если 200 рублей маникюр, скорее всего, пилинг будет за дополнительную стоимость. А если у нас салон и там 1000 рублей маникюр стоит, ну вот у нас в салоне 1000 рублей стоит маникюр, конечно же, я буду туда и пилинг включать в себе стоимость, и кремушек, и кремушек я в туалете поставлю, чтобы клиенты, если руки моют в туалете, они крем наносили. И у нас в процедуру маникюра включена омолаживающая серия. Мы ее закупили, смотрите, один раз. Она стоит у нас на полочке в зале в маникюрном, одна для всех мастеров, и все мастера могут ею пользоваться. Если мастер хочет именно омолаживающей линейкой поработать при маникюре, то она просто берет с полочки, пользовалась и поставила обратно на полочку. И она говорит, что мы можем с вами сделать такой пилинг, а можем сделать такой пилинг, мы обязательно сыворотку нанесем, потому что это дополнительное питание, и мы выберем с вами какой-то крем. Либо это будет омолаживающий крем, либо это будет парфюмированный лосьон, либо это будет холодный парафин. То есть выбирайте, что вам больше нравится, какая текстура вам больше нравится, с чем вам комфортнее ходить. Вы можете все это пробовать каждый раз разное при процедуре, потому что смотрите, на самом деле это тестинг, это зашитый тестинг в процедуру, чтобы клиенту дать возможность бесплатно попробовать это, и не держать эти тестеры у себя допустим на ресепшене, потому что да, вот ресепшен, сидит админ, там косметика на полочках стоит, и вот вроде как надо продавать эту косметику, ну и как бы нормально иметь тестеры, да, и вот вы поставили тестеры, они стоят там у этого администратора, пыльные, грязные, непонятные, как это вообще тестить, грубо говоря, на стойке администратора на кассе, ну при покупке, это, ну мне кажется, это такая не очень идея, очень крутая идея, когда вы эти тестеры просто отдаете мастерам в зал, смотрите, отдаете мастерам в зал, и они делают этот тестинг офигенно, то есть они это делают в процедуре, это как дополнительный комплимент клиенту, клиент просто в шоке, он говорит, мне такого маникюра еще никто не делал, ну вы даете, и что, и вот так вот по-разному можно каждый раз пробовать, и все прямо их перепробовать, да, можно все перепробовать, ну кроме перчаточек, вот перчаточки, да, они уже идут за дополнительную стоимость, потому что, ну как бы дороговато, я так думаю, что если бы маникюр, допустим, в люкс-салоне стоил бы, например, там, две тысячи, пять тысяч, я знаю, такие салоны, где маникюр, там, пять тысяч рублей без покрытия, ну то есть если процедура маникюра очень дорогая, то можно и перчаточки включить в стоимость, и сказать, у нас салон люкс сегмента, премиального сегмента, у нас перчаточки в подарок, да, вот допустим, в нашем бьюти-комплексе FNC мы так и сделали в осенний период, то есть мы с 1 октября, по-моему, чуть ли не до 15 декабря мы такие перчаточки при маникюре и педикюре дарим клиентам, потому что мы можем себе это позволить, у нас процедуры маникюра, педикюра дорогие, намного дороже, чем, допустим, в салонах Эми Маникюр. Так, ну что, я сейчас буду отвечать на ваши вопросы. заканчивай, мне до тренировки идти надо. Вопросы все пишите в комментариях к этому эфиру. Теперь по поводу себестоимости. Давайте я сейчас попрошу менеджера, чтобы он себестоимость текстом, да, вот каждого препарата на одну процедуру текстом опубликовал под постом. Круто будет? Да. Круто будет. Все, и вы внимательно почитаете себестоимость и посмотрите, да, что вы можете добавить в себестоимость своего маникюра, а что лучше вынести в отдельную стоимость. Все зависит от того, какого формата у вас салон, эконом, там, средний мидл сегмент, либо это премиальный люкс сегмент, от этого будет зависеть, вы будете это включать, сколько стоит накрутка, если сделать, нет, накрутку сколько делать при продаже сыворотки? Рекомендуемая наценка при перепродаже косметики в салоне красоты 40%, максимальная 100%, вот от 40 до 100% мы вот здесь вот гуляем. В салоне премиальном это может быть и стопроцентная наценка, и клиент, поверьте мне, никогда не пойдет там бегать, сравнивать цены, сколько на сайте, сколько тут у них на витрине, то есть, ну, клиент покупает, потому что ему удобно здесь на кассе купить, да, если это салон там средней категории, то у него может быть минимальная 40% наценка, и как правило, она будет совпадать с ценой клиента, которая опубликована у нас на сайте, если вы к нам зайдете на сайт, вы увидите на всю уходовую линейку завышенные цены с учетом вот этой клиентской наценки, и если мастер авторизуется на сайте как мастер, то он уже видит цены каталога, цены мастера, да, и многие спрашивают, почему там цены какие-то такие разные, непонятные, они отличаются от каталога, мы говорим, что это для того, чтобы, ну, ваши клиенты видели одинаковые цены у вас на витрине и у нас на сайте, да, подставку расскажи, что касается подставки, эта подставка, она дарится в подарок, если вы покупаете упаковку перчаток и упаковку на сочи, возможно, их сколько упаковок идет? их по 6 штук, возможно, их небольшое количество этих подставок осталось на складе, ну, если успеете, заберете себе такие подставочки, мы с тобой офигенные герлы, там кто-то написал, офигенные герлы, девоньки, всех вас любим, я надеюсь, был полезен этот эфир, как транслировать культуру ухода за собой, и транслировать вы это можете только личным примером, и Катя всегда была самым лучшим достойным примером как для меня, так и для всех наших клиентов, она всегда говорила, что это супер-пупер важно, и когда она выходит из душа, да, или из ванны, у нее всегда миллион баночек на коленочках, и она с одной баночки одно помажет, с другой баночки другое место помажет, и она вот сидит и наслаждается этим, и раньше я не понимала, в чем это наслаждение, ну потому что у меня любовь к себе была в районе плинтуса, знаете, то есть я многие вещи себе не позволяла, там, ну элементарный какой-то даже уход за собой, и здесь, когда вы учите клиентов ухаживать за собой, и продаете им косметику, поверьте, в этом намного больше смысла, философии, вот этой культуры, которую вы несете, и это, ну может даже клиента сделать, знаете, в таком длительном диапазоне даже более счастливым, откуда озабоченные мужчины, это же хорошо, когда мужское внимание в таком объеме, все, всех любим, всем пока, и до встречи в эфирах, камеры, вот этааааааааa Продолжение следует...